Теперь сложнейший вопрос. Как хранить семена до сертификации подвала нет? Просто в циклянной банки на нижней полочке в шкафчике. Ну и сразу скажу, хотя у меня есть друзья и оппоненты, просто у них есть своё мнение. Они считают, что безобидно хранить при температуре, скажем, комнаты. Кто-то даже советует хранить комнаты, да ещё в бумажном этом. Копия того, что мы вот по три года морковку свеклу держим в тепле и особо не боимся пересушки, так как не удавалось достичь идеальных вариантов, то есть практически всё всходит, практически все саженцы получаются потом здоровые, крепкие. Я просто интуитивно, я не говорю, что нет вариантов. Может быть и не надо по холодильнике или погребе. Может достаточно на этом, при комнатной температуре. Ну просто в шкафчике, вот как тут. Видите? Я стою на своём. А добра добра не ищет. Давайте, друзья, будем хранить по следующим. Пойдём ниже. Итак, вы просили вопрос. Смотрим, что дальше. Пока письмо. Получил посылку. Если посадка в апреле, когда надо строительство рекордско-охранить до старификации? Брожовано. Раз вы на 209 вебинаре, вы можете побывать и на первом, втором, третьем вебинаре. Так, это раз. Часто, каждый год я опять повторяю эти самые цифры. Вот. Кое ещё покажу ниже. А в принципе, абрикосы 2 месяца, сливы 3 месяца. При определённой влажности перевлажнили, сгнили. Где-то увлажнили они, не взошли. И тут получается хоть 10 месяцев крови. Если влаги не хватает, не взойдут. Поняли, да? Это крайности. Нет. Ещё крайнее эти самые персики, там, 4-5 месяцев. Сливы, ой, вишни с черешей 4-5 месяцев. Но с вишней можно пролететь. Вот. Вот. Может быть, нам... Это... Они так... Знаете, как реагируют? Чуть похолоднее будут лежать. И 4-5 месяцев у них зайдут. А чуть потеплее тот же холодильник. Они через 2 месяца взойдут. Вот. Они более капризны. А всё остальное между ними. Сейчас я вам покажу чуть-чуть. Ну, пообещал, ну, что делать. Даже обижались на меня. Вот. Что я здесь полночу. Хотя уже раз 10 говорил. Ещё одно письмо на эту тему. Вопросы остались. Первое. Главное. Что сейчас делать с семенами? Как я должна рассуждать, не имея опыта оборачивания? Я понимаю. Знаете что? Я всем им, да? Вот. Всем им. отправил. Ну, сколько там? Шесть или семь фильмов. Обижаются. Смотреть не хотим. Учите так. Ладно. Будем так учить. Ну, понимаю, заняты всё. А там долго. Годут на стол. Это. Семь к одному. Вода. Песок. Там это. Поба. Ай. Хотя, так вот, как я сейчас. Сейчас объясню коротко. Щёголева. Всё получила. Такая радость. Радость, как в детстве. Какие хорошие сорта. Хочу уже весны. Спасибо. Спасибо. Подскажите, мне надо развернуть и сложить по отдельным баночкам? Или можно в этих пакетиках сложить в одну банку? Опять. Снова. Сейчас будем говорить. В субботу положила в одну банку в холодильнике. Вот это письмо пришло час назад. Я быстренько его, даже полз, как увидел. Я быстренько его скопировал. Итак. В субботу положила в одну банку 2-3 градуса в холодильник. Сегодня всё распредела по сортам, по баночкам и в холодильник. 2-3 градуса. Всё ли правильно? Будут и дальнейшие пожелания. Тема сертификации просмотрел. Вопрос возник. Правильно я поняла, что сертификацию в разных культур нужно начинать в разное время. Это я уже сказал. И будет его любезно проконсультировать меня по списку семян. Фото приложены. Естественно, что о точных сроках речь не идёт. Однако прошу сориентировать по срокам, касающиеся особенностей культуры из моего набора. Хочу составить график, чтобы не упустить важное время. Если я не права, буду рада вашим поправкам и замечаниям. Елена Степановская. Вот. Милая Елена. Вот вам-то как раз уже те самые. Я же вам высылал. Те самые. Вот там уже мы должны брать бумагу, ручку и по ходу транспектировать, записывать. Вот именно там. Почему? Сейчас я объясню, почему я здесь про это не буду. Пока по верхушкам самое главное. Вот вы поставили у них прекрасную фотографию. Спасибо вам огромное. Орех манджурский. Я их хранил три месяца в этом сыром песке. Юля высаживала племянницы. Сто процентов схожесть. Абрикос манджурский. Через два месяца. Вы не успеете посадить, полопаются и перерастут. Ручка уссурийская. Абрикос амур. Техотерийский. Вот. Вот для меня за первого рожая, я понятия не имею. Да, я думаю, те же два месяца. Через все годно. Капризничаю. Я уже высылал люди. Три-четыре месяца выкладываю на свинка. Они не сходят. Это ваша головная боль. Я черешу ни разу не порасил. Я никогда не скрываю то, чего не знаю. А теперь смотрим дальше. Смотрите. Вот это мой погреб. Погреб очень глубокий и холодный. Фотография не этого года, но неважно. Вот так я хранюсь. Каждый месяц я открываю крышки и проветриваю. Вот так вот. Смотрим дальше. С какого-то момента начинается наш. Вот эти вот уже распрашиванные по десять штук я вам и высылаю. А дальше помните, было отказано хранить или распаковывать. Вот. Распаковывать. То есть все это открываете и спасибо вам за фотографию. Вот. Вот она. Вот таким образом. Лучше бы еще поменьше. Там, допустим, я была на семешке. Там на дуночке вот столько вот этих семечек, да. Вот. А дуночка довольно большая для нее. Чем больше заполнения, тем меньше высыхание. Хотя, по-моему, она не высыхает. Вот. Дальше. Смотрим дальше. Вот распасовала, высылала в таком виде. Так. Вот. А это уже статифицированные. Я их начинаю с реверкации. Вот видите, видишь, сибирская стамба. Я их на реверкации клал где-то примерно в середине января. Вот. Вот. И к весне они должны были взойти, но не у всех зашли. Меня вот это смущает. Почему? Потому что я всем говорю, ребята, в этих пакетиках хранить дальше нельзя. Нужно их положить в более большие банки. Вот. Допустим, для вишни хватило бы вот такой. Вот. Вот такой. Вот. Средний такой. А для абрикоса 10 кочек. Уже надо пол-литра. Да. Пол-литровая баночка. Почему? Значит, люди ведут себя по-разному. Многие даже вопросов не задают. И ролики мои не смотрят. Фильмы. Что они делают? Получив вот такой вот пакетик. Сырый песком. Вот. Они берут и кладут. Все правильно. В холодильник. 2-3 раза. Ну, в холодильнике редко когти выдерживают. Помните? Открыл 20 раз за день. Напустил тепла. Вот. А я взял крайний случай. Я взял 29 июля. И вот эти. 29 июля я взял и показываю, что будет. Я каждый раз чего удивлялся. Сходят не все. 2-3, максимум 4. Догадался я потом. Я говорил, не буду сертификацией. Ну, так получилось. Извините. Догадался я потом. Когда я открываю пакетик, абсолютно сухой песок. Есть две причины. Почему нельзя оставлять именно в этих пакетиках. Первое. Высыхание довольно быстро через... Вот как ни странно, но эти пакеты не держат ни воду, не держат ни это. Не держат ни воздух. То есть высыхают. Высыхают. И второе. Первое. Две-три. Максимум четыре. Косточки. Проклюнувшись. Мало влаги, мало песка. Объема. И они все это высасывают. Остальные, извините, кто не успел, тот опоздал. Они вообще никогда потом не сходят. Вот такой момент хотел показать. Вот видите. Вот теперь груши. Посмотрите, что делать с грушей. Это же тихий ужас. Вот. Вот видите, в центре, где зелень. Как они хотят жить, да? Еще раз. Перепаковываем. И вот тут тот момент, когда мы перепаковываем, у них, им не хватает... Ну, того, наверное, моего опыта. Я говорю, всем к одному делайте. Всем доля песка и одна доля влаги. Кто что делает, как делает. И вдруг у одного сто процентов, у другого – ноль. Это при том, что все одинаково. И, как говорится, из одного мешка. Значит, очень удобно, когда вот такая тара прозрачная, можно увидеть начало процесса. Коровол проснули, чтобы вот так не дожидаться. Видите? Раз. Вот смотрите, как здесь. Видите, вот стрелки. Человек пишет. Слива. Китай как раз на синий. Которая капризная. Это мне прислали фотографии, я решил использовать как учебную. Тресывали косочки. Вот они. Раз, два. Вот. То есть, наглядность обеспечивается стеклянными баночками. А такие баночки можно достать хоть еще. Еще одну фотографию прислали. А я ее специально размещаю, почему. Баночки квадратные. Я не знаю, где он хранит. Скорее всего, в погребе. Вот. Но, согласитесь, что раз в 2004, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Допустим, их 40. И все влазят в один холодильник благодаря вот этой компактной форме контейнеров. Идем дальше. Главное угадать начало процесса. И вот сейчас. Но я специально сделал фотографии. Если вы обратите внимание, да. Они почти все готовы. Еще в одно время. Вот это бывает, что одни всходят, другие нет. Ну, посмотрите. Зашел, 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 зашел. Вот этот зашел. Вот. И именно с этого момента начинается ваше действие. Обычно зайти могут 10%, 20%, 50%. Больше обычно не всходят. У них разные характеры. Коточка-коточка индивидуальная. Тут я говорю, как некоторые. Вы посадите школку. То есть, друженько, охранять легко, поливать легко, протяпывать легко. Первое, все равно протяпывать придется. Вот. Черный пар. Школки нужен. Так. А потом уже рассаживать по мере, набирая наглости. А лучше и лучше уже оставить школки, как уже на постоянном месте. Но. Нет, я посажу на пяти. Нет, я поехал. Это разговор там. Недельный, двухнедельный. Я поехал делать эти самые. Холмы. Я поехал делать гряды. Действительно. Вот именно у них, вот у этих. Вот. Если это весна. У них схожесть почти 100%. То есть, прикопали уже немножко. Главное, что позади самое главное. Проснулось. Проснулось. Теперь проще. Конечно, поливать надо. У них держатся, они запас держатся на семидолях. Ну, семидоли уже знают, что такое, правильно? Вот. Это такие листики, самые нижние, похожие на листики. Это запас питательных веществ и влаги. На первый случай. Дикая засуха, она может быть неделю, две, три. Не знаю, больше ли. А дерево чудом живо. Потому что пока не истощатся запасы, все на долях. И у всех, мне нравится, такие люди, вот, надеюсь, меня слышат. И я говорю, ну, подумайте, может, всё-таки в школках. Нет. Тогда я предлагаю компромисс. Тогда, которые проклюнулись, садите уже на свои бугры ради бога. И действительно, тогда он уже, а он уже знает, пересаживать не придётся. А любая пересадка, если бы вы видели рядом пересаженный абрикос через три года, и не пересаженный, какая огромная разница. Нет, конечно, и те хороши, но не пересаженные – это шедевры, которые убить невозможно. Идём дальше. Это слива. Вот. Три месяца пролежало погребом Сергея. Вот так. Ну, согласитесь, что не опоздал. Пришло тепло. Надо было открыть банку. Выковырять их, то есть. Ну, и аккуратненько, чтобы не поломать корни. И вот, пожалуйста, вот он, три месяца. Вот. Ну, у кого-то… А предпоследний год у Сергея ни одна не взошла. Ой, грубо говоря, почти ни одна не взошла. А вот, а попробуйте объяснить. Руки те же, семена те же, всё тоже не взошла. Есть какие-то вещи нам пока недоступны. Я иногда думаю, я всегда ругал этот лунный календарь. Потому что лунный календарь заставлял поливать, когда идёт дождь. Помните? Да? В лучшее время, когда это сокодвижение запрещал прививать, я всегда был против. Но у меня было пару случаев, необъяснимой не всхожесть. Необъяснимой ничем. И вот если есть… Ну, это кто-то должен проверять, он до сих пор доука без грева отвернулась, а эти самые зарабатывают деньги. Эти, как это называют? Штат-серцы? Или по-другому ещё. Вот. Лунные календаристы. Так вот эти лунные календаристы, они всё делают. Вот. Если луна растёт, я никогда этого понять не мог сейчас. Вроде бы я уже много чего. Я уже знаю, что земля, луна искусственная. Я уже знаю, что много чего знаю. Это дураку понятно, если вот так вот. 90 веки, тем более во времена Христа. Этого никто не знал. Сейчас-то, пожалуйста, откройте себя с почвы и увидите. Что всё, что нам говорили в школе по биологии, всё это враньё. Просто почву и увидите, всё. Чё бы не понять. Вот. 8-10 тысяч лет назад не было никакой почвы. Я могу так прикалываться, я имею на это право. Передо мной информация, которая не владелет до нас липтовым. А учителя наши, преподаватели, они друг у друга перенимают. Закончил институт, поступил в аспиратуру. Потом поустроился в институт учить других студентов. А здесь получается так. Значит, зря я отвёкся. Вот. Лунный календарь. Получается, вся Луна на виду. Её это самое. Тяготение прилива, отлива. Её влияние на земную кору, на почву, всё же это. Вот тут, значит, меньше. А тут, значит, она полнеет. Вот эти самые соки устремляются вверх по штамбу. Вот. А я вижу полную Луну, но у неё частично, она закрыта тенью. Но она прям вот, да не, вы прям, извините её, как бы, если просто. Вот она целиком. А хоть чуть-чуть там узкий серп, хоть она вся уже, это, вот самое, нету вот этого самого, тени вот этой, которая в стороне, со стороны. Вот. Какая разница? И опять у меня, а я же никогда ничего не делаю, не проверю. А вот это я не проверил. И вот теперь, когда было пару вот этих невсхожеств, я думаю, а хорошо бы знать бы. А как, а я же не записывал ничего. А вдруг кто-то посадит и запишет. Просто запишет. А потом посмотрит советы, которые здесь даёт лунный календарифт. Вот. А там было написано, плевать нельзя или садить в этот день нельзя. А в дружной всходе. Или наоборот. Это можно было бы давить и дома, но это для пытливых людей. Большинство людей у нас, ну, нам не до этого. А жаль. Другая крайность, видите, здесь было сыро. Я, извините, я второй раз показываю. Подоградка очень удача. Мне её прислали. Вот здесь вижу, если внимательно. Видите, три. Прошнулись, одна сгнила. Вот, всё это на пределе. Вот. Поэтому, если под землей такой же будет примерно состав влаги, может быть, три взойдёт из четырёх. Ну, может, потом ещё все змеют до конца. Это просто очень яркая картинка. Кто каждый, пусть обладает своим характером. И своими возможностями. Специально показываю два биофотографии. Смотрите внимательно. Это для будущих учебников. У меня таких сотни, тысячи. Жаль, никто мне не то, что там добрый, что я эту, что я приобрел. И никто даже пол-литра не поставит. Вот, уже бы признание. Так вот, 21 февраля я начал сэксировать. Видели? Видели, да? Специально показываю. Сухие косточки, семечки. Вот, значит, я их вот так вот сделал. Потом одну раскалю, чтобы вы видели их. Вот. Три варианта. То есть, так, все понятно, да? Вот, все понятно. Есть человек, который до сих пор ничего не понял. Но это потом вижу. Который написал, что я болтологией занимаюсь. Вот. Ему непонятно, а я занимаюсь болтологией. Прошло сколько? Внимание, 21 февраля. Прошло два месяца, один день. Согласны? Ну, вот, числом прохлинувшихся. 20-40 процентов. То есть, я взял, разорвал эти мешочки. Я их не отправил, потому что их никто не купил. Решал, что риска никому не нужна. Нет, почти никому не нужна. Вот. Внимание. Видите? Вот они, которые спят. А вот эти, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эти проснулись и даже переросли при прочих разных условиях. Вот. То есть, я определил месяц за статификацию груш. Два месяца. Вот. Причем, сразу скажу, переросли, садите тоже. Так. Вот это фонография для будущих учебников. Мы ее проходили. А вот как возникает такой случай, вот такой, тоже смертельный. Вот такой. Просто кончики были глубоко закопаны. Когда-то по этой фонографии будет изучать университеты и академии. Поэтому, мое пожелание. Во время статификации нельзя держать коржеские семечки глубоко. Поняли, да? Вот. То есть, да. Продолжение следует...